Здравствуйте! Я Катя Камбарова. Приветствую всех поклонников искусства на канале М-Телевизион. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репину позирует поэт Тютчев, который вскоре уходит из жизни. Затем Илья Ефимович пишет портрет писателя Писемского. Итого постигает та же участь. Через девять дней после завершения работы над портретом Мусоргского великий композитор умирает. Что это? Случайная закономерность или совпадение? В Петербурге поползли слухи. Репин – зловещий художник, его кисть предвещает смерть. Репин не обращал внимания на досужие выдумки. Мало ли что говорят, он собирался писать портрет известного художника Ге. Но тот, зная о предыдущих смертях, под всяческими предлогами отказывался. Любому здравомыслящему человеку понятно, что кисти краски здесь ни при чем, а у каждой смерти свои причины, но злые языки упрямо распространяли слухи. В этих кончинах кое-кто увидел не роковые совпадения, а волю художника, вызывавшую у его натурщиков смертельные болезни. Лишним подтверждению тому посчитали смерть хирурга Пирогова. Едва Репин закончил его портрет, как этот 50-летний крепкий человек обнаружил у себя рак горла, слег в постель и в течение нескольких месяцев буквально сгорел. В Академии художеств тоже заговорили о портретах Репина, предвещавших смерть. По Петербургу поползли истории, одна страшнее другой. Внезапно умер один из натурщиков Репина. Нелепится какая-то. Шел по улице, подскользнулся и упал. На похоронах народ прямо высказывался, что портреты Репина – это предвестники близкой кончины. Странно, но многие, даже образованные люди, этому верили. Поэт Фет не сразу согласился позировать Репину. Товарищи по цеху секретно сообщили, Афанасий Афанасьевич боится, едва уговорили. Работа затянулась, разговаривали о разном. Закончив позировать, Афанасий Афанасьевич облегченно вздохнул. Прошло несколько месяцев. Фет был живой и невредимый, хотя, говорили, стал более внимательно следить за своим здоровьем. Все эти мысли невольно одолевали Репина, когда он приступил к одному из самых своих известных произведений – Иван Грозный и его сын Иван. Идея картины появилась у Репина сразу после убийства народовольцами Александра II. Узнав о страшном злодеянии, Репин перекрестился в своей мастерской. Слава Богу, что я не написал ни одного его портрета, а то и этого смерть переписали мне. А не создать ли трагическое живописное полотно с царем на переднем плане? По легенде, ссора Ивана Грозного с сыном произошла из-за жены царевича. Скорее всего, Грозный домогался ее, а царевич вспыльчивостью был похож на отца и выложил батюшке все, что о нем думал. Царь пришел в ярость, схватил посох и, как писал историк Карамзин, печально, удачным ударом жезла в висок положил сына на место. Тотчас пожалел о содеянном, но было уже поздно. Итак, Репин приступает к реализации своего проекта. На литовском рынке он встречает чернорабочего. Крючковатый нос, безумные глаза и быстро делает набросок. Знакомый Репина, композитор Бламберг, соглашается базировать для следующего наброска Ивана Грозного. Художник Месоедов был третьим, чьи черты были использованы для создания образа царя. «Жестокий царь с каждым мазком кисти становился все реальнее, все живее». Создавая это, Репин позже писал. «Мне минутами становилось страшно. Я отворачивался от этой картины, прятал ее. На моих друзей она производила тоже впечатление. Но что-то гнало меня к этой картине, и я опять работал над нею». Не хватало только сына царя, Ивана. Кто-то из знакомых писателей привел к него молодого, но уже известного автора «Красного цветка» – Всевалдегаршина. Как только Репин увидел Гаршина, сразу понял – вот он, царевич Иван. Репину было известно, что Гаршин нездоров. Что-то с нервами, слишком впечатлительная натура. Но это было как раз то, что нужно для его замысла. Картина была завершена к 1885 году. К концу работы художник чувствовал себя крайне утомленным, опустошенным, как будто картина высосала из него всю энергию. Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года, показывалась на 13-й передвижной выставке. Правительство усмотрело в ней крамолу и не рекомендовало демонстрировать широкой публике. Смерть в его картине была настолько достоверной, что некоторые особо нервные дамы даже падали в обморок. А Гаршин, с удовольствием позировавший художнику, неожиданно, от первоначального восторженного состояния, перешел в мрачное меланхолическое. Он увидел себя, истекающего кровью, и с этой поры ему становилось все хуже и хуже. 19 марта 1888 года, ощущая невыносимую тоску, он вышел из квартиры, посмотрел по сторонам и бросился в пролет лестницы. Он лежал в луже крови с разбитой головой, совсем как царевич Иван. Через пять дней он умер. На его похоронах говорили об ужасной картине Репина, которая предрекла гибель Гаршина. Так кто же он, Илья Репин, гений или злодей? Ответ на этот вопрос всегда останется под покровом тайны. Точно так же, как великие полотна художника будут изумлять и вдохновлять еще многие поколения людей. А вы не забывайте, что холст своей жизни вы расписываете сами. И пусть в вашей палитре будет много ярких красок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok